Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем мы сегодня такую непростую тему, как банкротство банков. Причем, сразу скажу, что, конечно, мы будем говорить не о механизмах банкротства банков и кредитных организаций, а будем говорить об этой теме именно с точки зрения клиентов кредитных организаций. У меня сегодня очень интересный гость, который, я думаю, что очень много интересного он может на эту тему рассказать, и, главное, познавательного. Сегодня мы представляем вам Павла Алексеевича Медведева, доктора экономических наук, советника, председателя Центрального банка Российской Федерации. Доброе утро. Здравствуйте. Павел Алексеевич, ну вот непростая тема, согласитесь, потому что очень часто мы об этих вопросах вообще не задумываемся. Ни мы конкретно, ни люди, ни в бизнесе, ни физические лица о том, что есть, допустим, расчетный счет у организации. Расчетный счет находится в каком-то банке, он в одном, двух, трех, тем не менее, этот некий условный банк, был выбран когда-то изначально или в процессе бизнеса. Там находятся денежные средства организации, которые ей необходимы, видимо, для ведения ее бизнеса, и, в принципе, в любом случае являются ее. Случаи, если происходит, я просто сразу хочу для наших слушателей, причем более простыми словами озвучить, не такой технической терминологией, чтобы это было понятно. Случаи, если происходит ситуация, при которой банк становится неплатежеспособным, у него один из двух или сразу два признака банкротства кредитной организации происходят, в этой ситуации, если я не права, вы меня поправьте. Центральный банк отзывает у этого банка лицензию, да, и, соответственно, после этого возбуждается процедура банкротства кредитной организации уже в арбитражном суде. Но вся ситуация заключается в том, что сделки, сейчас не буду их делить на две части, примерно, там более сложная структура, но основная масса сделок за полгода, которые до даты возбуждения вот этой процедуры в арбитражном суде произошли, в том числе к этим сделкам приравниваются платежи. Обычные платежи мы принесли платежку или по банку клиенту отправили, у нас прошел платеж нашими же деньгами, нашими, например, контрагентам. Это может быть оспорено при определенных обстоятельствах. Оспорено по какой причине. Ну, например, одна из причин, когда говорится о том, предполагается, что это, конечно, нужно доказывать, что данный платеж произошел в ущерб другим кредиторам или изменил очередность, хотя банкротства на тот момент еще не случилось, как такового юридического. Вот с этой точки зрения хотелось бы поговорить о следующем, Павел Алексеевич. На что клиентам банков обращать внимание, в принципе, в процессе обычной хозяйственной деятельности, будучи просто добросовестными клиентами банков, не более того. Мы не должны быть банкирами. Вы знаете, такая проблема, которую вы сейчас описали, существует. Но это, что называется, капля в море. Главная проблема все-таки состоит в том, что в один прекрасный день банк прекращает платежи, а деньги предприятия остались в этом банке. Дальше в процессе конкурсного производства производятся выплаты. Но до выплат юридическим лицам и физическим лицам, которые являются частными предпринимателями, дело доходит очень нескоро, если вообще доходит. Если вообще доходит. Мне кажется, что со статистической точки зрения беда здесь. Вот честно говоря, пока вы описывали ситуацию, я мучительно вспоминал, были ли жалобы. Я 20 с лишним лет был депутатом и воспринимался очень многими людьми, как человек, который там что-то понимает, хотя что именно никто мне не объяснял в банковском деле. И если что-то случалось, то приходили, очень многие приходили жаловаться. Вот на то, что какие-то платежи были признаны неправильными, вот не могу вспомнить, чтобы кто-то из клиентов... Но это же достаточно новое законодательство относительно. Ну да, но все-таки уже несколько лет, слава богу, это существует. И для банков, которые находятся в процессе ликвидации, это существующая статистическая ситуация. Для клиентов это настолько редко, что, вот повторяю, никто не жаловался. Ну вот вы знаете, я посмотрела просто картотеку, открытую информацию высшего арбитражного суда и дела по банкротству именно кредитных учреждений банков. Вот сейчас это достаточно обычная практика, если этот банк был включен в систему страхования вкладов, то его конкурсным управляющим является агентство, естественно, по закону. И они подают такие заявления в рамках кредитных дел. Это как раз вот в нынешней ситуации, это обычное дело. Практика еще не сложилась, как следует. Жертвой здесь является все-таки банк. Подозревается банк в том, что он что-то такое хитрое совершил, что ему выгодно. Деньги-то у клиента хотят забрать. Вот возникает такое подозрение, что клиенты здесь являются подставными лицами банка. Банк кого-то специально находит, кто изображает из себя клиент, а на самом деле играет такую роль, которая предписана банком. Вот судя по жалобам, это очень правдоподобно. Но еще раз повторяю, проблема-то не снимается, потому что, слава богу, вот физические лица теперь, когда уже сколько, почти 10 лет работает закон о страховании вкладов, физические лица жалуются на судьбу после банкротства банка. Очень редко бывает такое, потому что ограничены выплаты с 700 тысячами рублей, как известно сейчас. Поэтому, если у кого-то было больше, то он либо теряет деньги, либо теряет время. Он ждет пока конкурсное производство и дойдет до того, чтобы ему сверх 700 тысяч рублей что-то заплатили. Но вот для человека, который бился много-много лет, больше 10 лет за закон о страховании вкладов, очень обидно говорить то, что я сейчас скажу, но я должен, вынужден это сказать, потому что это правда. Закон о страховании вкладов защищает деньги, которые обычно накапливаются на то, чтобы купить, скажем, автомобиль. А те деньги, которые пропадают на счетах предприятий, это те деньги, которые надо было бы выплатить работникам, чтобы они купили хлеб. Конечно, та ситуация, которая сейчас сложилась, вот с гарантированием денег, доверенных банкам, не очень справедлива. Можно было бы справедливости добавить очень много. И как за нас придумали, скажем, американцы, они с самого начала, уже 70 лет с лишним тому назад, создавая систему страхования вкладов, потолок для... назначили, гарантировали деньги абсолютно все. И те, которые принадлежат физическим лицам, и гигантским корпорациям, но только с одним и тем же потолком. Тогда для гигантской корпорации... Ну вот представим себе, что 700 тысяч рублей, это были бы обязательные выплаты... И для юридических тоже лиц. Для юридических лиц. Тогда Газпром бы об этом не знал. Ему 700 тысяч рублей все равно, что ноль. А маленькое предприятие 700 тысяч рублей, скорее всего, бы с удовольствием получило, потому что для него это может быть существенные деньги, которые вот-вот надо выплатить в ту же самую зарплату. А уж для частных предпринимателей-то точно надо было бы ввести гарантию. И я грешным делом, будучи депутатом, даже соответствующий законопроект внес. Все поддержали правительство, центральный банк, многие депутаты, вот только комитет по финансовому рынку почему-то возражал. Так я и до сих пор и не понимаю, почему и закон этот не прошел. И я думаю, что это один из важных законов, которые надо было бы провести. Для начала, для всех есть некоторые препятствия. Препятствие такое, из-за того, что у нас нет порядка с регистрацией юридических лиц, вполне может быть такая ситуация, когда один и тот же гражданин Иванов создал 25 юридических лиц. И они все являются клиентами одного и того же банка. И этот Иванов... То есть он увеличивает свой порог сразу? Он увеличивает риски, лично с ним связанные, до таких размеров, как ему захочется. Вот я спрашивал у своих иностранных знакомых, как они с такой проблемой борются. По-видимому, у них этой проблемы нет, потому что никто толком не мог понять, чего я от них хочу. Ну то есть они, наверное, борются скорее с фирмами-пустышками, нежели просто с надуванием вот этого порога. По-видимому, так. И именно поэтому они не могли понять, что меня беспокоит. Их это до такой степени не беспокоит, что, по-видимому, этой проблемы нет. Вот смотрите, Павел Алексеевич, у нас на самом деле сейчас уже очень скоро будут новости в эфире, но тем не менее хотел нашим слушателям, во-первых, еще раз озвучить тему, о которой мы сегодня говорим. Мы говорим о банкротстве банков и кредитных организаций. Большей частью, конечно, мы говорим со стороны клиентов. И, напомню, телефон студии 6510996, код Москва 495. Это телефон, по которому можно позвонить, задать свой вопрос. Мы находимся в прямом эфире. Также, кстати, ваш вопрос или ваш комментарий, какую-то заметку на тему сегодняшней программы вы можете написать на сайт finam.fm на страничку программы «Формула права». Я напоминаю, что мы сегодня с Павелом Алексеевичем Медведевым обсуждаем эту тему. Павел Алексеевич, доктор экономических наук, советник-председатель Центрального банка Российской Федерации. Две минуты на новости. Возвращаемся к обсуждению вопроса. Итак, мы продолжаем обсуждать тему банкротства банков. Говорим об этом со стороны клиентов банков. В гостях в студии сегодня Павел Алексеевич Медведев, доктор экономических наук и советник-председателя Центрального банка России. Напомню нашим слушателям, телефон студии 6510996, код Москва 495. Также финам.фм Это сайт радиостанции. Там есть страничка программы. Можно также напечатать и отправить ваш вопрос или ваш комментарий. Ну, а мы, собственно говоря, до новостей с Павлом Алексеевичем обсуждали вопрос о том, что, честно говоря, не согласна, но чуть-чуть попозже, наверное, выскажу свою точку зрения. Павел Алексеевич говорит, что видит основную проблему в том, что происходит уже после того, как банк перестал выплачивать деньги. Неважно даже кому, физическим лицам, хотя это очень важно, но немножко с другой точки зрения сейчас говорю, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Мы помним, что физическим лицам вклады в пределах на сегодняшний день это цифра 700 тысяч, страхуются, больше в нашей стране не страхуются ничего. То есть это не денежные средства юридических лиц, не денежные средства индивидуальных предпринимателей. А вот у меня вопрос все равно такой, Павел Алексеевич, ведь самому вот этому дню, когда банк перестал платить, ему же что-то предшествует. Вот что этому предшествует обычно? Ведь, например, предписание центрального банка, очевидно, есть работа, в том числе центральным банком и вот этим нашим неким условным банком. Но мы ее не видим, потому что предписания, у них свой специфический режим, они нигде не публикуются. То есть если центральный банк какое-то свое руководящее указание дает или ограничения вводит какие-то для банков, как правило, мы этого из открытых источников узнать не можем. То есть будучи обычным добросовестным клиентом банка, мы не знаем, что в отношении какие-то предписания вводятся. Наверное, это правильно, потому что предписания могут быть разного толка и характера, и не каждый из них предмет для паники, скажем так. Но, тем не менее, дальше вот происходит тот самый день X, когда банк перестает платить. На что же до этого дня обращать внимание? Вы знаете, этот вопрос меня ставит в тупик, потому что подавляющее большинство клиентов банков, конечно же, не разбирается в банковском деле, и не должны они разбираться в банковском деле. И когда говорят, что нужно выбирать банк, ну, чаще всего это говорят физическим лицам. Мол, не идите в какой угодно банк, все-таки подумайте, хотя и страхование существует, но зачем вам дополнительная нагрузка вместо того, чтобы идти в свой банк? Это, мне кажется, больше коммерческий ход такой, да, как бы с намеком, нет? Какой банк выбирать? Ну, не знаю, может быть. Это очень разные люди говорят, поэтому это коммерческий, если коммерческий ход, то у каждого говорящего свой. Но я всегда себе или этим людям задаю вопрос. Вот там какому-нибудь простодушному специалисту, ну, я не знаю, в какой области, представителю частной клиники, который прекрасно делает какого-то рода хирургические операции. Куда этому представителю смотреть? Он в хирургии понимает, и слава богу. Ну, мы в такой степени не понимаем хирургии, не врачи, в какой от него требуем понимание в банковском деле. Но он же заключает договоры, значит, у него, наверное, юрист есть в штате. Вот если предприятие крупное, то, по-видимому, есть, и по-видимому, понимающий юрист, и еще у меня есть подозрение, что есть подозрение, что крупные предприятия еще умеют нужным образом собирать информацию, потому что крупные предприятия, опять-таки, из моего депутатского опыта, следующее, крупные предприятия как минимум не жалуются, может быть, они в душе и страдают, но не жалуются, если какой-то банк банкротится, по-видимому, они либо существенных потерь не несут, либо вообще никаких не несут, но предполагать, что крупное предприятие может разобраться, хотя бы можно, это не, больших логических противоречий в этом предположении нет, но что мелкое предприятие, и тем более частный предприниматель, может разобраться, в какой банк ему идти, а тем более понять накануне банкротства банка, накануне отзыва лицензии, что оттуда ноги надо уносить, ну вот я этого не могу сформулировать. Нет, но тут есть все-таки, конечно, двоякий момент, потому что действительно далеко не каждое предписание, мягко говоря, ведь в процессе своей жизни банки получают массу, по ряду причин могут получать массу предписаний разного вида, какие-то более серьезные, ну так условно называя, какие-то менее серьезные, но тем не менее, это вовсе не означает, что банк, получив предписание, вот сейчас у него наступят какие-то признаки неплатежеспособности, но, например, на сайте того же Центрального банка Российской Федерации можно посмотреть открытую, по закону, открытую отчетность банка, да, отчетность разная есть, есть в том числе определенные счета, которые, ну, уже прямо сигнализируют, например, о так называемой картотеке, да, которую мы называем картотека, у нее, у этого счета другое название, более правильное, но в любом случае, этот счет, вообще сумма не равная нулю на этом счете, она означает, что есть какие-то платежи, которые банк не исполнил, потому что у него нет денег, например, на корреспондентском счету, как правило, но это мой опыт, который несоизмеримо, меньше вашего в любом случае, поэтому я именно спрашивающий здесь человек, как правило, это происходит уже после того, как у банка отзывается лицензия, на этом счете что-то показывается, то есть сказать, что мы можем допосмотреть, как такой звоночек, ну, можем, но вряд ли что-то увидим, да, но может быть, есть какие-то такие же более открытые именно, причем более-менее однозначные моменты, на которые нужно вообще обращать внимание, или, к сожалению, единого нету такого, ну, я не знаю, рецепта, хочется слушателям дать рецепт, но возможно его и нет. Отчасти к сожалению, отчасти к счастью, потому что, если бы, какие-то можно было бы выводить сигналы о мнимом или действительно неблагополучии в банке, то очень многие люди неправильно бы это проинтерпретировали и был бы повод для того, чтобы возникла паника, что... То есть тогда бы он точно обанкротился, потому что все побежали. Тогда бы обанкротился не только он, к сожалению, вот... Да, как эффект домино. Да, в 2004 году мы наблюдали этот эффект, там буквально один-два, один даже, все началось с одного неприличного банка, а один банк перестал выполнять свои обязательства, а испуг распространился чуть ли не на всю банковскую систему, и центральный банк должен был принять специальные меры для того, чтобы паника не разрослась. Это очень нежелательно, чтобы такого рода сигналы поступали в общество, но при этом, еще раз повторяю, это ситуация парадоксальна, если мы требуем от физического лица, мы ведь не требуем, чтобы оно несло деньги в банк, тем не менее... И изучало показать все счета. Тем не менее до 700 тысяч рублей возвращаем, а от частного предпринимателя мы это требуем, и после того, как он отнес деньги не в тот банк, мы ему говорим, значит, ты сам виноват. Это не вполне логично и не очень хорошо. Но вот скажите, Павел Алексеевич, вы видите, в принципе, проблему в любом случае в регулировании... То есть, как бы, правильно ли я вас понимаю, может быть, неправильно, вы меня поправьте, что то, что происходит до вот этого дня Х, когда банк перестает платить, это все-таки взаимоотношения между банком и регулятором в виде центрального банка, да? То, что происходит после, это уже, естественно, взаимоотношения клиентские, потому что это касается их денег. Но в любом случае государство должно таким образом регулировать либо страховать, как вы сейчас говорите, не только физически, но и индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. То есть для того, чтобы даже если человек, не следя, как мы говорим сейчас, за показателями какими-то, даже за статьями в, я не знаю, в интернет, средствах массовой информации, разные же, вот толка статьи бывают, бывают статьи, которые действительно могут панику определенного рода нагнать, когда она не всегда имеет какую-то подоплеку под собой. Но вот чтобы эти люди, которые не знакомы и не собирались знакомить, тем не менее, знакомятся с этой информацией, тем не менее, являются добросовестными, чтобы их права тоже были защищены. Потому что вот вне зависимости от того, с 2004 года, с 2004 года, после этого уже, после тех банкротств, которые были тогда, достаточно значительно изменились два закона. Закон о несостоятельности банкротства общей и кредитных организаций. Масса деталей, нюансов учтена была, которая не была учтена еще в тот период времени. Но тем не менее, все равно в нынешней ситуации это не гарантирует клиентам банка, что, вы правильно сказали в начале программы, что они, да, они встанут со своими требованиями в очередь. Когда до них дойдет очередь, это вопрос номер один. А самый главный вопрос, вообще дойдет ли до них очередь. Потому что, если банк перестал платить, по практике получается так, что у банка уже, как правило, не найдется никакой конкурсной управляющей, в том числе агентство по страхованию вкладов, ну просто не находит тех средств, которые нужны, чтобы удовлетворить все требования. Я думаю, что для простодушного клиента банка спасение только одно. Это страхование. И такое страхование, которое придумали американцы, одинаковый объем, абсолютно для любого клиента, это правильный способ. Это, безусловно, Рая не гарантирует, но, во всяком случае, очень смягчает последствия банкротства. Для маленького предприятия, для частного предпринимателя этот небольшой потолок является спасением. Для крупного предприятия этот потолок настолько низок, что он безразличен, но крупное предприятие, по-видимому... Собирает свою информацию своими экономическими службами. Их просто больше возможностей. Да, больше возможностей, счета в многих-многих разных банках. Поэтому даже если это предприятие что-то в одном банке прозевает, это не смертельно, а для частного предпринимателя это конец его предприятия. Так что для него страхование было бы спасением. И главное, это было бы справедливо, так как, еще раз повторяю, государство требует от него деньги отнести в банк и провоцирует его на то, что он начинает потихонечку и все в большей мере... А потом требует налоги заплатить, а деньги в банке пропали. Не дай бог, конечно. Возвратимся через пару минут после того, как вы слышим новости. Мы продолжаем обсуждать тему банкротства банков. Говорим сегодня об этой теме со стороны клиентов банков. У меня в гостях Павел Алексеевич Медведев, доктор экономических наук, советник председателя Центрального банка Российской Федерации. Нашим слушателям, я напомню, телефон студии 651099 и 6 код города 495. Также вы можете написать нам на сайт finam.fm на страничку программы «Формула права», задать ваш вопрос, поделиться вашим комментарием, опытом. Ну а мы вот до новостей обсуждали вопрос, связанный со следующим, что вот вы, Павел Алексеевич, сказали, что все-таки поддерживаете до сих пор и уже вносили такое предложение, и в целом оно было поддержано, но по ряду причин все-таки не стало законопроектом и не вошло в нашу жизнь, когда будут страховаться не только вклады физических лиц, но в том числе и хотя бы, например, индивидуальных предпринимателей, да, из того, что более понятно вот по структуре и механике в нашей жизни. Вы поддерживаете сейчас, а вообще это обсуждается, возможно ли, что это все-таки в нашу жизнь войдет в виде закона, ну а в дальнейшем и практике. Вы знаете, в последнее время интерес к этому закону упал, и это очень обидно. Я бы все-таки этот закон принял, и может быть не только потому, что он справедлив, а потому, что он, может быть, поможет частным предпринимателям сделаться, ну, немножко более лояльными государству. Как-то на излете своей депутатской деятельности я участвовал в таком прямом разговоре через компьютер с мелкими, средними предпринимателями, с частными предпринимателями. И разговор был очень напряженный и не очень приятный в том смысле, что они мне прямым текстом, я же их не вижу, мы переписывались только, а я их не вижу, не слышу, не знаю, кто они такие, они мне прямым текстом говорили, что они обманывают государство потому, что государство их обманывает. Вот один, второй, третий, пятый имел горький опыт потери денег в банках. Значит, этот опыт усвоен, и он их туда просто не несет. Он номинальную какую-то сумму держит, а расчеты проводит через систему моментальных платежей. И объясняет мне цинично, что система моментальных платежей, это как раз то, что народу нужно, потому что никакая налоговая, как они говорят, не придется с проверкой, некуда приходить, некуда смотреть. Смеются эти люди над предложениями сократить оборот денег наличных. Тоже цинично смеются над этим. Говорят, если наличными рассчитываешься, то за руку могут поймать, а через систему моментальных платежей рук нету. Кроме того, по вашим обращаются они к депутату пробкам. Депутаты за все отвечают, в частности, за пробки в Москве. По вашим пробкам в Москве деньги не провезешь, а если во Владимир надо ехать, зачем это нужно? Система моментальных платежей намного лучше, и безопаснее, и комфортнее. Мы вот этой несправедливостью, о которой мы сейчас с вами говорим, мы побудили этих людей вести себя некорректным образом. Может быть, если мы восстановим справедливость, постепенно, не на следующий день, мы их вернем, так сказать, в законное русло деятельности. Но смотрите, все-таки банки у нас являются не только организацией, которые расчеты ведет, платежки исполняет в той или иной форме, ну, вклады принимает. В определенной степени это и финансовый регулятор, и мониторинг определенных операций, которые происходят. Соответственно, если деньги проходят через банк, их всегда можно отследить, увидеть, проверить, подтвердить, все что угодно. Это в аналог истории остается. Если деньги у нас идут через какую-то систему, любую, моментальных платежей, из рук в руки, и так далее, здесь уже в ряде случаев подтвердить не всегда, возможно. Ни в плохом смысле, ни в хорошем. То есть ни самому себе, если расписку не взял, уже не подтвердишь. Ни, соответственно, ну, если за руку не поймали, то тоже не подтвердишь. Ни в обратном смысле слова, то есть с точки зрения налогов, опять же, невозможно выяснить, какие были платежи и так далее. У нас есть определенный кассовый остаток, который банки утверждают каждой организации. Разрешая, что, допустим, в этом году, это нужно, эту процедуру пройти ежегодно, в этом году, вот это конкретно предприятие, оно подает определенные сведения, может в кассе, вот именно официально, в кассе наличных денег сжать столько-то, ну, у кого-то больше, меньше. Все остальное организация обязана сдавать в банк. То есть у нас, в принципе, регулятор вот этой белой, скажем так, бухгалтерии, он достаточно жестко всех направляет в банк, потому что, если ты, твоя работа связана с наличностью, если ты магазин, розницы, в любой форме, то эта организация должна обязательно эти деньги в банк сдавать, инкассировать каждый день, самостоятельно привозить, пользоваться услугами банков, это неважно. Соответственно, я вот здесь вот вас поддержу еще и с другой точки зрения. В связи с тем, что, с одной стороны, люди в банках теряли деньги, к сожалению, такой опыт, к сожалению, был у многих, не хотят просто идти в банк. И, может быть, они бы и держали эти деньги в кассе у себя, показывая их налоговой инспекции, но не хотят нести эти деньги в банк. Но при этом это тоже запрещено, за это огромные штрафы, если превышает кассовый остаток. Тут либо нужно уже, опять же, химичить с бухгалтерией, если называть вещи своими именами, для того, чтобы по бухгалтерии у тебя вчера остаток не превышал, там, подотчета сдавать, ну, разные, я думаю, бухгалтеры лучше знают эту всю систему, но это тоже большая головная боль, и это не для крупных предприятий, мягко говоря. Либо, соответственно, вот действительно искать какие-то альтернативные методы. А как вы считаете, Павел Алексеевич, все-таки, вот один из способов, которые вы сейчас предлагаете, застраховать деньги индивидуальных предпринимателей? Хотя бы индивидуальных, через некоторое время, наверное. Технологию только продумать нужно, да? Нет, частных предпринимателей не нужно технологию продумывать, потому что частный предприниматель имеет фамилию, и он размножит свою фамилию, ну, если он не печатает паспорта дома на коленке, он размножить не может. Проблема состоит с юридическими лицами. Вот здесь, ну, сейчас пытаются навести порядок, если удастся навести порядок, тогда я двумя руками буду за то, что, по крайней мере, мелкие предприятия, чтобы тоже имели гарантированные суммы в банках. А вот у меня еще такой вопрос. Вопрос совсем такой, обыватели именно. Вот для того, чтобы у нас вклады наши, пока только как физических лиц в банках, страховались, естественно, идут определенные отчисления тому же самому агентству. Он же неоткуда-то берет эти деньги, когда происходит банкротство банка. Вот в результате, сильно ли это в итоге удорожает, услуги банков в итоге? Вы знаете, я отвечу такой притчей. Пока я бился за закон о страховании вкладов, я имел очень слабую поддержку в банковской среде. Анекдотическим образом меня поддерживала только ассоциация российских банков, а банки, которые входили в ассоциацию, были категорически против. И вот перед моими глазами такая картина. Пять самых выдающихся банкиров того времени сидит в моем кабинете передо мной и очень спокойно и корректно объясняют мне, какую я глупость предлагаю. Глупость состоит в следующем. Они благородные, великие, выдающиеся банкиры на белых конях скачут туда-сюда, а кругом бегают какие-то жалкие, ничтожные, жаликоватые, бестолковые банкиры другие. И они, выдающиеся, должны свои деньги отдавать для того, чтобы та система страхования, которую я хочу создать, давала бы им возможность рассчитываться по их долгам. Ну, глупость дальше придумать невозможно. Ну, эти банкиры, значит, по очереди сказали нечто похожее на то, что в свое время Солженица вынес название своего, одного из своего произведений, своей крохотки. А мы-то не умрем. Они абсолютно были уверены, что они вечны. Ни одного из этих банков больше нет. К сожалению, физически, некоторых из этих банкиров уже на этом свете нет. Через некоторое время, после того, как начал работать закон о страховании вкладов, один из банкиров, ну, не из этих пяти, менее выдающийся, но очень активный мой оппонент, на какой-то встрече подходит ко мне и говорит, Павел Ильич Ильич, мы, банкиры, там перечисляют, моих оппонентов, кстати говоря, тоже перечисляют, говорит, мы вчера вечером за ваше здоровье выпили. Я совершенно потерялся. Что случилось? Что случилось? Чего-то так со мной спорили, воевали, и вдруг выпили за мое здоровье. Ну, когда я обрел дар речи, я, значит, спрашиваю, чего вдруг? А, значит, банкир мне отвечает, извините, сохраню терминологию. Павел Алексеевич, после того, как ваш закон вступил в силу, деньги так и поперли. То есть оказалось, что расходы, связанные с вступлением в силу этого закона, тонут в тех преимуществах, которые он... Тех... Просто люди, опять же, больше доверять стали. Да, конечно же. Но это для банкиров. Восьминучка, а 2008... Как для банкиров? А для людей в 2008 году граждане не вздрогнули даже, когда начался кризис. Там одна неделя была, когда был отток денег из банков, да и то не потому, что люди не верили в банкам, а они не верили в рубль. Они хотели рублевые вклады перевести в валютные. Что они и сделали, и опять на фоне кризиса рос поток денег граждан в банке. А что было в 1998 году с теми же самыми гражданами? Они просто потеряли свои деньги? Нет, это вот удивительное дело. Это всем полезный закон. Несмотря на то, что надо платить, и, конечно же, все платежи осуществляются за счет граждан, других источников нет. Оказывается, всем выгодно и банкирам, и гражданам. Ну, то есть, в любом случае, вы говорите о том, что на тарифы банков вот эта система не влияет, потому что банки получают больше прибыли в любом случае. Это влияние уже выловить невозможно. Оно утонуло в тех преимуществах, которые дал закон банкам. То есть, правильно ли я понимаю, что если в будущем когда-то будет реализовано, мне, например, эта идея очень нравится. Ну, просто банально, потому что, с одной стороны, принуждают людей держать пластиковые карты, рассчитываться с пластика. Принуждают то же самое в отношении организации, чтобы, естественно, расчеты были белые. Больше, на память скажу, 100 тысяч между фирмами. Это, кстати, второй в пользу банков регулятор государственный, который запрещает расчеты по одному договору между организациями. На память 100 тысяч рублей. Это максимальная сумма, которой можно между собой фирме рассчитаться наличными деньгами. Все остальное должно, опять же, через счета идти, опять же, в банки. Тоже за это огромные штрафы. Но в любом случае, если вот все эти действия, которые мы совершаем, если они повышают доверие в итоге к тому же банку, не вынуждают хотя бы часть, для начала, участников бизнеса, я не говорю о большом бизнесе, я говорю, скорее, даже действительно о маленьких организациях и, в первую очередь, о тех же частных предпринимателей, то в результате это приходит все обратно ко всем клиентам банка, к юрлицам тоже, потому что банки получают больше прибыли, соответственно, имеют возможность в целом снижать свои тарифы. Ну да, и кроме того, бюджет получает свою долю, свою законную долю получает бюджет. Ну вот смотрите, Павел Алексеевич, все равно такой у меня, скажем так, алгоритм, конечно, не вырисовывается, хотя я прекрасно понимаю и краеугольные камни этого алгоритма. Я понимаю прекрасно, что если у нас организация или частные предприниматели про физических лиц уже не говорим, потому что хотя бы в пределах 700 тысяч застрахованные вклады обладают определенным, пусть даже расчетным счетом, я не говорю сейчас о вкладах, о кредитах, я говорю обычный счет, который их деятельность обеспечивает, то в этой ситуации как-то предвидеть, застраховаться или предугадать что-то фактически невозможно. Мы сейчас выслушаем новости, две минуты, вернемся в прямой эфир и обсуждать тему дальше. Мы продолжаем обсуждать тему банкротства в банках. В студии Павел Алексеевич Медведев, доктор экономических наук, советник, председатель Центрального банка Российской Федерации. Телефон студии, напомню нашим слушателям, 651099,6, код Москвы 495. Также можно написать на сайт Финам.ФМ на страничку программы «Формулы права» ваш вопрос или комментарий, или поделиться каким-то опытом, связанным именно с банкротством помню, что мы, конечно, обсуждаем эту тему сегодня именно с точки зрения клиентов. У меня, то, что я не успела как раз до выпуска новостей Павел Алексеевич сказать, все равно такое внутри подспудное, скорее, желание, хотя я понимаю, что, возможно, оно и нереализуемо. Наверное, вы меня и наших слушателей к этому и подводите. Но все-таки хочу уточнить этот вопрос. Желание дать какой-то, может быть, инструмент или какую-то информацию нашим слушателям, каким образом справляться с информацией, я сейчас более широко поставлю, с информацией о банках, потому что существует ряда публикаций, которые не являются, естественно, официальными. Там есть рейтинги банков какими-то агентствами с той или иной, может быть, репутацией, но тем не менее составляемой. Есть просто публикации в прессе, которые рассказывают нам что-то о банках под разными углами. Иногда прочитаешь, и точно хочется сразу схватить деньги и бежать, хотя, может быть, и нету никакого к этому, ну, правильного показателя, я имею в виду, экономического. Но, тем не менее, это тоже влияет. Вот хочется как-то понимать, каким образом справляться с этой информацией, потому что есть Центральный банк Российской Федерации, у которого есть cbr.ru, соответственно, сайт официальный. Там по любому банку можно посмотреть показатели, его финансовую отчетность, и если по банку был какой-то открытый запрет, не предписание, который мы не видим на сайте в качестве открытой информации, а какой-то открытый запрет, мы тоже это прочитаем и увидим. То есть, какую-то долю мы дозированную можем получать официально с сайта Центрального банка. И вот это не дозируем и не прогнозируем. Как справляться с этим? Вы знаете, отвечу еще одной притчей. При мне один выдающийся российский инженер произнес как-то такую фразу. «Раньше у меня были Жигули. Я открывал капот и все понимал. Теперь у меня Мерседес. Я открываю капот и не понимаю ничего». Вот жизнь пошла по линии Мерседеса. К сожалению, не у всех есть Мерседесы, но вот у нас с вами есть компьютеры, которые стоят перед нами. Мне очень стыдно, я кандидат в физмат-наук, но я очень приблизительно понимаю, как работает этот компьютер. Хотя в начале компьютерной эры я своими руками паял компьютеры и более или менее понимал, как они работают. Вот кто-то, кто специалист по компьютерам... Если надо, придет починен. Должен нам, я больше скажу, должен сделать такой хороший компьютер, чтобы в разумное время его и чинить было бы не надо. И компьютеры уже приблизительно на таком уровне. И Мерседеса, насколько я понимаю, еще меньше этого инженера в Мерседесах. Павел Алексеевич, я извиняюсь, что перебил. Тогда у нас получается, что регулирование банковской сферы, в том числе центральным банком, но не только, законодательством в первую очередь, должно быть таковым, чтобы центральный банк вместе с государством и с законом сделали нам из банков те самые Мерседесы, в которых нам не надо было бы задумываться, как он работает. Вы знаете, до Мерседесов дело, наверное, еще не дошло, но давайте вспомним, что было до 2004 года. Переломным был 2004 год, очень тяжелый год, когда по настоянию руководителей Центрального банка в закон о страховании и вкладов, вопреки моим представлениям, была вставлена глава, которая требовала приема, так сказать, контролируемого приема банка в систему страхования. Я очень боялся, что если эта глава будет включена, то произойдет то, что почти и произошло в 2004 году, банки будут друг друга бояться, они не будут уверены, что сосед войдет в систему страхования, а следовательно, соседу лучше деньги не давать, потому что сосед может обанкротиться. И межбанковское кредитование практически умерло. Надо отдать должное Центральному банку, он с этой проблемой справился. И за счет огромной нагрузки и за счет этой страшной жертвы, ведь Козлов погиб в процессе приема банка в систему страхования, что там я не знаю, кто банкир, как официально считается, или кто-то другой в него стрелял, но напряжение было очень большое. Так вот, 2004 год был переломным годом. С тех пор ситуация изменилась очень-очень существенно. Поток жалоб на банки сократился, ну, вы знаете, на несколько порядков. Вот передо мной лежит таблица банков, которые перестали быть банками в прошлом году. Таких банков всего лишь 30. Из них, по крайней мере, треть не стали нагрузкой для своих клиентов, потому что они там к чему-нибудь присоединились, объединились и так далее. То есть даже меньше, чем две трети, это чистый отзыв лицензии, то есть потенциальная неприятность с потерей денег. Приблизительно такая же картина в предыдущем, в 2011 году. Ну, там 40 банков перестали жить, но из них почти половина невинным образом ушла с рынка. То есть не нарушив права своих клиентов. Ситуация очень сильно изменилась. К сожалению, те, кто делает «Мерседесы», быстрее продвигаются по пути прогресса. В технических направлениях человеческой жизни прогресс более быстрый, чем таких гуманитарных. Вот банковское дело такое более гуманитарное. Павел Алексеевич, звонок. У нас есть Алексей на связи. Алексей, день добрый. Добрый день. У меня такой даже не вопрос, а, скажем, комментарий. В прошлом году мы с моим партнером у нас мало предприятия, юридическое лицо. КБ «Витов» у нас как бы закрылся. Ну, в общем, никакой информации, как вы говорите, что где-то ее искать. На банке «РУ», на центробанке никакой информации буквально не было до последнего дня, там, когда вышло предписание, что там банк укрывается по тому, что у него там... Ну, то есть до того самого дня «Х», когда он перестал платить, фактически, да, Алексей? И как раз вы говорите с другой стороны. Если я правильно поняла, я сегодня все пытаюсь от Павла Алексеевича услышать некую такую панацею, куда посмотреть, что увидеть, и сразу сделать для себя выводы. Ее, видимо, конечно, и не существует. Но вы говорите сейчас, Алексей, совсем о другом. Вы говорите о том, что в принципе нету и вот по этому конкретному случаю и до момента, когда банк перестал осуществлять платежи, вообще не было никакой информации, то есть анализировать было нечего фактически даже из каких-то открытых источников. Абсолютно. Ну, Алексей, ну ничего не поделаешь. Ну вот все палки о двух концах. Ну представьте себе, что по поводу каждого банка будет поступать информация в открытый доступ. И не специалисты ее будут интерпретировать. Ну, интерпретируют так, что на следующий день вся банковская система закроется. Ну, понятно, но информация там присутствует только по последним отчетам банка, который подтверждает свои внутренние резервы, которые могут обеспечить эту систему какое-то обеспечение клиента. Ну да, Алексей, ну и эту информацию тоже надо интерпретировать. Как-то в старые времена еще, когда системы страхования не было и надзора толком не было, один институт биологический потерял грант. Ему американцы дали деньги для исследования. Деньги были потеряны. Вот руководитель этого института ко мне как депутату пришел с документами этого банка, положил их передо мной и спросил, куда смотреть? Ну вот нет ответа на этот вопрос. Куда смотреть? Ну почему? Насчет картотеки. Можно же посмотреть хотя бы. Сомнитесь. Государство нам предлагает быть вообще медиумами, чтобы мы могли вперед куда-то плянуть. Алексей, вот я только что сказал, что я государство в этом пункте не одобряю. Как только государство что-то нам предписало, оно должно тут же вспомнить, что есть другая сторона у этой палки. Как только оно вам, как представителю предприятия, велело открыть счет в банке, оно тут же вам должно сказать, вы знаете, я вам велю открыть счет, но если не дай бог вы откроете не там, где надо, и банк обанкротится, то я вот вам гарантирую такую-то сумму назад. Мне кажется, что это единственное спасение. Ничего другого придумать невозможно. Человечество уже больше 70 лет, я намекаю на американцев, думает над этой проблемой, ничего другого не придумало. 70 лет тому назад придумало ровно это. Алексей, спасибо большое за звонок. Вот все равно у меня одна вещь из главы не выходит. Соответственно, есть статья в законе о банкротстве, в общем законе о несостоятельности, не касающейся именно кредитных организаций, действует на них тоже. Но тем не менее, эта статья говорит, что если в течение месяца, до даты возбуждения в отношении кредитных организаций, до даты возбуждения процедуры банкротства в арбитражном суде, фактически это центральный банк подал заявление о признании банкротом, суд вынес определение возбуждения, вот это достаточно короткая процедура. Очень часто отзыв лицензии, то есть то, что мы уже видим глазами, что у такого-то банка отозвана лицензия, издан приказ, и возбуждение этой процедуры в арбитражном суде занимает меньше месяца. Соответственно, в законе у нас там, так по поводу, у нас полторы минутки буквально, но попробую все равно вот эту мысль, которая мне до конца не оформилась. В законе указано, что если в течение вот этого месяца произошла какая-то либо сделка, либо платежи в обеспечении обязательства, когда мы говорим о банках, это просто платежи, а свои деньги куда-то хочу перечислить, может на свой счет другой. Но тем не менее, в этой ситуации эта сделка может быть признана, недействительной, вне зависимости от моей добросовестности, хотя я распоряжаюсь своими собственными деньгами. И получается следующая история, ну там есть, конечно, определенные условия, но в данной ситуации получается следующая история, что с одной стороны, вот вы сейчас, Павел Алексеевич, говорите, что нужно быть добросовестными и не как бы брать себе в голову вот эти показатели, куда смотреть, что видеть и прочее. У нас буквально 40 секунд, но вот вопрос у меня все равно остался. А с другой стороны, мы караем людей фактически ни за что. Вот будут изменения, прям кратенько 30 секунд. На страже интересов предприятий стоит АСВ, агентство по страхованию вкладов, это агентство активно ведет себя в этой области. Ну и суд, ну давайте следующую передачу проведем по поводу суда. Суд должен быть справедливым. Если бы судьи к нам еще и пришли, в программу, я думаю, что это была бы очень интересная передача, но, к сожалению, боюсь, что это будет немножко сложновато. Павел Алексеевич, спасибо вам огромное за участие сегодня. А напомню, что у меня в студии был Павел Алексеевич Медведев, доктор экономических наук, советник председателя Центрального банка Российской Федерации. Формула права каждый четверг в 11.00 в прямом эфире. Слушайте нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова